Друзья, всем привет! И все давно уже просили меня записать видео на тему Яндекс.Метрика 2.0, обзор его интерфейса, установки. Установку отдельное видео я записал, вы можете посмотреть вот здесь. Ну а теперь необходимо разобраться, что же такое появилось нового в Яндекс.Метрике 2.0, как ее установить, чем нужно пользоваться и, главное, какими кнопочками именно, что нужно делать, нажимать это, это смотреть, вот это, вот это, вот это. В этом уроке как раз мы попробуем разобраться, что конкретно нужно нажимать. Итак, сегодня в этом видео мы попробуем разобраться в двух вещах. Первый – это обзор интерфейса и настройка интерфейса, потому что не все возможности Яндекс.Метрики автоматически включены в Яндекс.Метрики 2.0, то есть что-то нужно настраивать самому и так далее, то есть вид Яндекс.Метрики преобразится. И второе, самое важное, что нужно анализировать в этой метрике, попробую показать прямо на боевой рекламной кампании. Естественно, буду делать акцент на Яндекс.Директе. Итак, поехали. Итак, давайте пройдемся по особенностям Яндекс.Метрики 2.0. Первое – это построение сложных отчетов. Если вы вспомните Яндекс.Метрику 1.0 и вы ей пользовались, то как только нужно было создать реально сложный отчет, можно было воспользоваться только конструктором отчетов. То есть в самом интерфейсе Яндекс.Метрики 1.0 ничего сделать такого нельзя. Естественно, в Google Analytics сделать это элементарно, как и в Яндекс.Метрики 2.0. И теперь надо к этому привыкать. Ну и дополнительная возможность, большой плюс, что можно группировать по двум, по трем и более параметрам. То есть не обязательно два параметра выбирать, как было в Яндекс.Метрики 1.0. Ну и второй пункт, он, в принципе, вытекает из первого. Появилась возможность сегментирования, так называемые дашборды. Все это, опять же, пришло из Google Analytics. Очень удобная вещь. Мы сегодня этим будем как раз пользоваться. Я тут написал небольшой списочек того, где можно сегментироваться. Например, по новому и вернувшимся пользователям, по рекламному и поисковому трафику, мобильному и дисктопному трафику. Все это, естественно, разделять можно. В принципе, это и было и в 1.0, но все это нужно было делать, опять же, при группировке, только через конструктор отчетов. Сейчас же мы можем это делать все в самом интерфейсе Яндекс.Метрики 2.0. Все это сохранить и анализировать прямо сейчас, в режиме реального времени. Кстати, еще большой плюс, что появилась возможность разбить и определить рост тренда, например, по периодам времени. То есть, сравнить два периода времени по одинаковым параметрам. Это очень большой плюс. Итак, ну давайте перейдем в саму Яндекс.Метрику. Наш интерфейс. Интерфейс немножко поменялся на главной странице. В принципе, все так же остался наш счетчик. Зеленая лампочка, повествующая о том, что у нас счетчик стоит на месте. Количество визитов, просмотров, посетителей, количество доступов, то, что можно дать доступ. Я думаю, все прекрасно тоже знают, как это делать. И теперь мы переходим в саму метрику нашего сайта. И здесь действительно большие изменения произошли. Во-первых, пропало вот наше привычное меню, выпадающий списочек. Давайте я старый интерфейс также открою. Буду показывать, что было в старом интерфейсе. Старый интерфейс, скорее всего, через полгода пропадет. Сейчас 29 сентября 2015 года. Скорее всего, если вы позже будете смотреть видео, этого вы не увидите. В счетчиках, если посмотреть старых, были у нас такие вот вкладочки. Все эти вкладочки перекочевали в Яндекс.Метрику.2.0. Все это можно найти. Если вы хотите найти все свои старые вкладочки, то вам необходимо зайти в отчеты. И здесь есть отчеты предыдущей версии. И вы тут можете найти как раз посещаемость всей своей источники, те же самые сводки, метки, посетителей, содержание, технологии. То есть все найти, в принципе, можно, никаких проблем нет. Если посмотреть на сам интерфейс новый, да, появилась, во-первых, сводка. Ну, эта страница была у нас вот такая домашняя, да, в принципе. Она ничем особо не поменялась. Она стала больше похожа на Google Analytics. Если открыть Google Analytics, давайте и Google Analytics сразу же откроем. Специально открыл Google Analytics. Очень схожа метрика 2.0. Сейчас я ее подвину даже. Google Analytics, они совершенно похожи. Немножко отличаются данные, но данные отличаются, потому что метрика и Google Analytics считают разные вещи. Например, отказы. Отказы – это одна из основных вещей, которую вы все равно будете смотреть. В Яндекс.Метрике это человек, который 15 секунд сидел на вашем сайте или сделал целевое действие, считается целевым человеком, и он не считается отказом. А если человек просидел на вашей целевой странице на одной менее 15 секунд и ушел, и не перешел на какие-то другие страницы сайта, то это считается отказом. Например, здесь 29% отказов, чуть-чуть выше, чем нормальный. Я считаю нормальным это 20% и ниже. Если посмотреть Google Analytics, то по отказам здесь 59%, потому что количество показателей отказов в Google Analytics считается по-другому. Но мы сейчас об этом не будем особо говорить. Собственно, есть адреса страниц, последние поисковые фразы. Все эти моменты вы можете настраивать, либо передвигать. То есть, здесь полностью можно настроить под себя всю аналитику. Также можно дополнительно добавить какие-то виджеты. Нажимаем «Создать виджет» и добавляем любую либо диаграмму, либо показатель, либо график. Все что угодно вы можете добавить прямо на первую страницу и анализировать. Также можно добавить туда, например, какие-то отчеты, если вам вдруг понадобится. Так, ну а следующая кнопочка, я думаю, самая важная кнопочка, которая была из старой Яндекс.Метрики, это отчеты. Отчеты теперь не просто открываются, они открываются вкладками. У нас есть стандартные отчеты. Это посещаемость, стандартная посещаемость сайта. То есть, мы можем посмотреть нашу посещаемость. Причем, давайте сразу же будем проходиться по интерфейсу. Здесь есть, все отчеты, в принципе, сделаны одинаково. То есть, отчеты никак друг на друга не влияют. Вы можете сделать свой собственный отчет, интерфейс у них одинаковый. Итак, есть, собственно, периодичность. То есть, вы можете взять период какой-то, например, за сегодня, за вчера, за неделю, либо выставить сами, какой нужен период, и период анализа, создание отчета. Также можно делать детализацию. Это очень удобно, если вы берете, например, квартальную посещаемость, и вы можете делать детализацию по неделям, чтобы было понятно, какая неделя больше, какая неделя меньше, чтобы не смотреть какой-то непонятный график. Также здесь есть сразу же кнопочка «Сегментировать». «Сегментировать» – это как раз новая, в принципе, функция Яндекс.Метрики 2.0. И сегментирование как раз позволяет уже сделать первую группировку. То есть, вы можете взять, например, сделать только по источникам. Источники – это, например, Директ. По каким-то определенным компаниям вы можете сделать определенный… Какую-то определенную… Это фильтр. Вы можете сделать фильтр, например, по трем компаниям и посмотреть, какая была посещаемость, например, на поиске. И сохранить это как отдельный отчет. Вы можете сделать два отчета, например, на поиске и РСЯ, и отдельно смотреть их. Собственно, здесь же сразу же делается, как вы видите, фильтр. и можно добавить сразу несколько этих фильтров. То есть, видите, даже нарисован фильтр около сегмента, и вы можете несколько фильтров добавлять. То есть, вы можете добавлять несколько источников, можно сделать также отдельно, например, сегментировать только по полу, по возрасту и так далее, и смотреть все эти моменты. Если посмотреть ниже, после графика, здесь появляются очень интересные вещи. Ну, во-первых, так как я сгруппировал по неделям, можно сгруппировать, опять же, по дням, обратно вернуть. И у нас будет каждый день, естественно, здесь сверху вниз идет, мы можем сгруппировать их как угодно, от А до Я и так далее. Отсортировать, правильно, не так сказать. Дальше. У нас здесь есть, как вы видите, визиты, просмотры и посетители. Это тоже три очень важных момента, на которые тоже нужно обращать внимание. Давайте начнем, наверное, с посетителей, наверное, правильнее будет. Посетители – это то количество людей, уникальных посещений, которые было у вас на сайте. То есть, это те люди, которые один раз у вас были на сайте, если даже они приходили или сидели долго на сайте, или нажимали рефреш много раз, все равно считается один раз. Ну, если только они не заходили с другого, например, устройства и тому подобное. Если говорить про визиты, то это, возможно, повторяющийся визит. То есть, человек пришел, потом он пришел еще раз. Это, с одной стороны, хорошо, с одной стороны, это не очень хорошо. Все зависит от вашей ниши, естественно, все это поддается анализу. Ровно так же здесь есть доля новых посетителей. Как раз это и можно посмотреть. То есть, вот 84% – это и есть, в принципе, вот эти 16% – это как раз 4000 посетителей и 5859. Вот это примерно и есть та доля разницы. Это те посетители, которые повторялись уже, приходили заново. Причем здесь доля новых посетителей, она немножко отличается, потому что периодичность, возможно, тоже отличается немножко. Также есть просмотры. Это, например, человек зашел на страницу и мог посещать несколько страниц, либо нажимать рефреш, и тогда это считается все равно полноправным просмотром. То есть, это меньшая информация, которая вам понадобится. Скорее всего, вам понадобятся посетители, визиты. Также здесь есть как раз отказы. То есть, например, 15% по рекламным кампаниям на поиске – это очень хороший, в принципе, я считаю. Процент отказов для ниши септики. В принципе, 15% отказов, то есть, человек сидел, он точно целевой. И здесь есть глубина просмотра. Для ландингов это неинтересно, это интересно для сайтов. Конечно, желательно, чтобы люди ходили побольше по сайту, ну, для SEO, например. Если у вас все-таки человек попадает на целевую страницу, то, конечно, лучше бы он никуда особо не уходил. И время на сайте – это тоже очень важный показатель. Это значит, что человек в среднем, ну, за минуту и 49 секунд точно понимает, что он находится в правильном месте, и он уже половину, как минимум, вашего сайта изучил, посмотрел, картинки, что-то почитал и так далее, и так далее. Время на сайте – это, конечно, очень важный показатель, ровно как и по отказам. То есть, по ним можно определить, насколько люди, которые приходят с вашей рекламы, насколько они адекватны. Кстати, да, еще забыл показать кое-что, и очень важное в самом интерфейсе отчетов здесь есть цели. То есть, вы можете делать по достижениям цели, да, какие-то определенные фильтры тоже дополнительно поставить. Здесь появится еще один фильтр, я его покажу чуть позже. Можно делать без цели, можно делать с целью. Есть два типа целей – это конверсионные ретаргетинговые. Они настраиваются в самом, в самой Яндекс.Метрике. Если вы настраивать будете, вы это увидите сами. Сами выбирайте, куда, в какую папку положить. И также есть здесь фильтры, и здесь также можно посмотреть и выдавить вот эту вот таблицу, да, можно посмотреть этот график, можно поменять и заменить его на график, например, по времени на сайте, да. И посмотреть в графике по дням, как у нас происходит. То есть, где люди сидят, в какие дни им больше, и так далее, и так далее, и так далее. Ровно так же есть и фильтр. То есть, вы можете сделать сортировку по фильтру. Здесь, конечно, немножко неудобно сделан фильтр, еще пока не доделали Яндекс.Метрику 2.0. Например, можно посмотреть меньше 20 секунд. Если люди сидели в какое-то время, да, в какой-то момент, вы можете полностью сделать сортировку, убрать людей, которые сидели меньше... Давайте посмотрим, есть такие вообще, наверное, нету. Я поставил 20 минут, 20 секунд. Я думаю, что нет, вот есть какой-то один день, 61 человек заходил, и можно посмотреть, собственно, почему, от чего и так далее. И, естественно, все это разделить. Но делить мы будем в другой клавиши, которая вам очень понадобится. Это источники, директ-сводка. То есть, если у вас все правильно настроено в Яндекс.Директе, то у вас должно появиться вот такой вот график, где появляется, опять же, сегментирование. Вы можете, например, посмотреть... Ну, давайте посмотрим. Да нет, я не буду здесь ничего сегментировать. Я сразу же покажу немножко другую кнопку. Ну, во-первых, здесь появляется линейный список и древовидный список. Это вообще кнопка отчета источники директ-сводка. Это одна из основных кнопок, которые вам понадобятся в любом случае. Здесь что можно посмотреть? Здесь можно посмотреть полностью рекламные кампании, ваши объявления. И можно посмотреть ключи, по которым люди переходили. И по ним как раз можно сделать фильтр, например, время на сайте меньше 20-30 секунд. Ну, здесь в зависимости от того, как вы захотите. И посмотреть, почему люди сидят, например, 15-10 секунд, 12. Например, вот человек искал, с РСЯ заходил заказать септик из железобетонных колец. Ну, почему, например, он не заказал? Был 4 визита, отказов 25. То есть, один человек из 4 как раз был отказником. Но остальные тоже, в общем-то, не очень. Ну, наверное, они хоть какое-то действие сделали на сайте. И так далее. То есть, можно делать полностью очень интересный фильтр. Могу сказать точно, что с помощью вот этого инструмента я до, вот буквально до записи, несколько дней до этого, я отфильтровал полностью и исправил все объявления. То есть, многие люди здесь заходили, например, есть люди, которые заходят купить бетонные кольца. Если открыть сайт, есть два вида сайта, специально было сделано, потому что продаем разные немножко товары. С одной стороны, мы можем продавать товары, которые, ну, например, септики, готовые изделия. А с другой стороны, можем продавать именно не готовые изделия, а по частям, например, по запчастям изделия. Под ключ и изделия. Так вот, если люди интересуются изделиями, да, прямо здесь можно посмотреть. Естественно, это можно посмотреть в директ-командере и так далее. Но если у вас, например, 4000 ключей, вы наверняка где-нибудь что-нибудь ошибетесь. Здесь можно посмотреть, что люди не нашли свой товар в течение 12 секунд. Они посмотрели готовое решение, им это не интересно, они хотят все-таки по запчастям покупать. Не вопрос, мы им показываем другую страницу. Вот с помощью как раз метрики, да, здесь можно полностью посмотреть каждый ключ. Например, термит септики. Если человек сидит, например, 26 секунд, ну, значит, более-менее ему интересно. Строим выгребную яму. Если он не видит выгребной ямы, да, вот он был 9 человек и было большое количество отказов, либо отключаем этот ключ, либо мы его переделываем, переписываем заголовок объявления. Можно поменять сам лендинг, да, под него сделать отдельно и так далее. То есть, дальше решать уже вам. Но здесь именно аналитика происходит на этом уровне. Очень удобно, и я крайне рекомендую вам этим пользоваться. Дальше. Если идти по источникам, есть также метки UTM. Если вы смотрели мои другие видеоуроки, вы наверняка проставляли UTM-метки. И в UTM-метках можно полностью посмотреть. Ну, во-первых, что с Google, например, приходит намного больше людей, чем с Директа. Также можно посмотреть абсолютно по целям, по конверсиям, где люди, например, чаще, по каким рекламным кампаниям. Собственно, здесь можно полностью разделить и дальше, да, по кампаниям. По каким кампаниям люди переходят, от чего, почему и так далее. То есть, все можно посмотреть, посмотреть по целям. И также здесь есть кнопочка группировки. Группировки, кстати, есть и в Директе-сводке. Давайте даже я в Директе-сводке покажу. Очень удобная кнопочка. Опять же, вернусь к линейному списку, но тут также есть и древовидный список. То есть, это выкладка по каждой рекламной кампании. То есть, можно сгруппировать информацию, либо разгруппировать. В зависимости от того, как вам будет угодно. А группировки, собственно, помогают нам сделать... Как вы видите, уже есть группировки по кампаниям, объявлениям, условиям подбора объявлений и поисковой фразы. Мы можем сюда добавить еще дополнительную какую-то информацию. То есть, мы можем еще дальше сегментировать. Это как пицца. Мы ее можем дальше резать и смотреть в каждый отдельный кусочек. Пицца имеется в виду... Это у нас такой отчет есть. Круговой, так называемый. Можно делать, например, по меткам отдельно, если понадобится. Можно сделать, например, первый источник, откуда человек заходил. Можно сделать по технологиям, по аудитории. Можно по полу возрасту разделить. Ну, давайте попробуем по полу разделить людей. Опять же, можно показать линейный. Можно показывать... Давайте посмотрим группировку еще раз. Пол. Да, он есть. Попробуем сделать вот так. Вот, смотрите. У нас теперь идет дальше. Можно вот так вот делить. Можно с помощью древовидного списка, опять же. Либо с помощью линейного списка. С помощью линейного списка как раз мы можем взять и разделить, например, компанию Retarget на мужчин и женщин. Посмотреть, кого больше. Почему отказников женщин больше, например. То есть, все эти моменты, элементы мы как раз можем разбить. Именно с помощью метрики 2.0. В первой метрике это нельзя было сделать вот онлайн, прям вживую. И вы можете эти отчеты, собственно, сохранять. Вы можете их сохранять в каком-то виде. Например, переименовать его. Либо прямо этот отчет оставить. Либо группировки вы можете каждый раз менять. Например, удаляя отсюда пол и обратно возвращая стандартный наш отчет. Дальше. У нас в источниках, в принципе, эти метки и сводки. Здесь все стандартно. Посетители, опять же, география. Откуда люди заходили. Естественно, вам, возможно, 1, 2, 3 раза можно посмотреть это. Можно более детально посмотреть. Вдруг люди у вас заходят не оттуда, откуда нужно. Например, вот если люди заходят, например, из Москвы, Московской области, значит, надо быть аккуратным, посмотреть, почему люди переходят из Москвы, Московской области. Ну, на всякий случай. Также можно посмотреть, ну, так как там Новосибирск, да, Московская область, надо на всякий случай посмотреть. Кстати, вот, например, Московская область. Мы делаем группировку, делаем источники, делаем источники трафика. Нажимаем, делаем, опять же, лист полный. И смотрим, например, Московская область, прямые заходы. Видите, написано. Значит, это переходы с рекламы, значит, нет директа, значит, это... Ну, в общем, мы не платим за это трафик, не стоит сильно бояться. Человек, например, зашел из закладки. Я нахожусь в Москве, я могу переходить. Тут написано, тем более, визиты. Возможно, просто программисты переходят из Москвы по Новосибирску. Это все как раз можно и посмотреть. Это очень большой плюс. Дальше у нас идут долгосрочные интересы. Интересы были и в первой метрике, они добавлены года два назад были. Бизнес, литература, туризм, кино. То есть, можно определить, насколько по affinity индексу, то есть, в плюс или в минус, люди интересуются около тематикой вашей. И стоит ли им вообще показываться. То же самое можно наложить директ, да, определенные какие-то фильтры, чтобы просто более детально посмотреть, все ли правильно вы думаете о своих клиентах. Пол-возраст, то, что уже показывал, можно отдельно просто по ним сделать. Все, как вы понимаете, так же. Можно делать так же группировку, можно сделать прямо по полу, по возрасту, а сверху положить директ или какой-нибудь еще дополнительный фильтр. И все, никаких проблем не будет. Активность, ну, насколько человек, например, глубина просмотра, на сколько страниц человек смотрел. Время на сайте, мы уже про это много раз говорили тоже. И по времени суток, ну, тоже посещаемость, все зависит от вашей рекламной кампании, у вас она может быть выключена ночью, ну, и так далее. Общее число визитов, периодичность визитов, возможно, вас будет интересовать. То есть, как часто люди возвращаются, например, через 8-15 дней, как хорошо работает ретаргетинг. Кстати, возможно, группировку сделать по ретаргетингу, как хорошо работает она, ну, и так далее. Например, через сколько дней она срабатывает, да. Но это уже более детальный, опять же, отчет, если вам они понадобятся. То же самое по технологиям, содержаниям. Здесь, я думаю, у вас будет минимум всего интересовать. Все это было в старой метрике, по каким браузерам человек приходил, да. Мобильный трафик, десктопный трафик и так далее. Кстати, его тоже можно разбить и сделать отдельный отчет, чтобы все это посмотреть. Есть целевой звонок, здесь, наконец-то, полностью добавили. Можно по нему, наконец-то, делать отчет. Раньше вообще нельзя было хоть какой-то даже отчет сделать. Электронная коммерция. Новая тоже тема, в принципе. Ну, про нее пока ничего особо сильно сказать не могу. Мало ей пользовался. Итак, здесь также есть мои отчеты. Это очень интересная вкладочка, с помощью которой вы можете просто сделать новый отчет. Здесь есть плюсик. И собрать собственный отчет. То есть, сначала он пустой, да, практически. То есть, здесь никаких нет ни сегментов, ничего. Вы можете наложить фильтр, например, источники Директ, да, по всем компаниям. Добавить все компании. К сожалению, пока еще не добавилась кнопочка «Добавить все». Либо я ее еще не нашел. Долго искал, не нашел. Ну, и делать дополнительные какие-то, опять же, сегментации, да, фильтры. Ну, например, достигнута цель. Ну, у нас есть отдельная кнопочка под это. Давайте посмотрим что-нибудь другое. Кнопочка, напомню, вот здесь выберите цель. Ну, например, является ли визит первым или нет, допустим. И все это, опять же, можно разбить, да, нет. Например, до перехода по рекламе 300, ну, в общем, 3872 человек заходили. Первый раз некоторые нажимали уже и второй, и последующий разы. То есть, переходили опять по той же рекламе. Это все, в общем, можно поменять. И ровно так же этот отчет можно просто взять и сохранить. Вы называете его «Новый посетитель» или «Старый». Хочу заметить, что эти отчеты можно делать специально под каждую отдельную метрику. То есть, вы делаете ее под одну. То есть, их нельзя потом скопировать. Во всяком случае, я пока еще не нашел этого. Вот. Отчеты, избранные отчеты. Вы сюда можете просто пометить каждый отчет свой положить. С помощью вот такой вот кнопочки «Добавить в избранное» и добавить эти отчеты в избранное, если вам понадобится. Ну, в том числе и «Директ-сводка» и тому подобное. И отчеты предыдущей версии. То, про то, что я говорил. Вы берете отчеты из старой версии. И часто используемые – это то, чем вы пользуетесь чаще всего. Ну, я думаю, что этим вы как раз и будете пользоваться. Тут будет «Директ-сводка», по UTM-меткам, «Вебвизор», «Карта кликов». Ну, стандартные истории, до которых мы сейчас дойдем. Собственно, дальше у нас идут «Карта кликов». Отчеты – это было нововведение, самое крутое, как вы понимаете. И дальше у нас стандартная история. «Карта ссылок», которых вряд ли вы будете пользоваться. «Карта кликов», где чего люди нажимали по какому-то определенному времени. Единственное, что поменяли, а не интересную вещь сделали, что теперь надо использовать кнопочку «Взаимодействие с сайтом» и отдельно вот здесь вот кнопочка, чтобы полностью настроить информацию, например, за месяц, да, потому что вы каждый раз меняете что-то на своих страницах, на своих сайтах, и актуальность годовалой информации уже, в общем-то, поддается сомнению. И то же самое, надо нажимать «Взаимодействие с сайтом», чтобы можно было что-то нажать и посмотреть каждый элемент отдельно. Вот, это единственная, наверное, разница между новой и старой картой кликов. Также вы будете пользоваться картой скроллинга. Ну, все то же самое, только насколько, в каком месте человек заостряет свое внимание, это тоже очень важно, я считаю, очень важный элемент. То есть можно именно на этом убирать, например, блок, который вы можете второй блок, например, после первого экрана поставить, посмотреть, человек вообще на него обращает внимание. Если нет, то выбрасываете, ставите либо другой, либо двигаете блок вверх, ну и тому подобное. И дальше у нас идет «Вебвизор». «Вебвизор», я считаю, самая лучшая вещь, которая нужна. Единственное, что работает, она очень коряво. Коряво работает именно новый «Вебвизор», который используется. Как вы помните, в «Вебвизоре» есть такая кнопочка, можно посмотреть, что человек делал на сайте. Я не буду нажимать, я думаю, многие. Если вы не знаете, попробуйте, потыкайте, увидите, что это такое. Здесь появились, собственно, были и остались фразы. Как вы видите, появились фильтры удобные. То есть теперь мы можем, например, сделать пустые и убрать полностью. Единственное, что фразы теперь непонятны. То есть 50 на 50 в одной рекламной кампании. Здесь, опять же, можно посмотреть, поисковая фраза это была, либо это переходы по рекламе. Ровно так же, кстати, можно и сделать фильтр по ним. То есть сделать сегментацию и, например, использовать чисто директ по всем компаниям. Сделать фильтр. И вы можете смотреть чисто по директу, что происходит у вас на сайте. То есть я дополнительно, видите, тут есть кнопочка еще «Столбцы». Очень нужная кнопка. Потому что здесь нужно, я лично считаю, добавить обязательно фраза «Директ». Видите, фраза «Директ», давайте посмотрим, она здесь у меня где-то была, вот. Фраз «Директ», она, видите, здесь есть. Обычная фраза, она не появляется. То есть это поисковая фраза. Опять же, еще раз повторюсь, «Столбцы» здесь нужно поставить максимум галочек. Они вам понадобятся. Просмотры фразы, это поисковая фраза. Если у вас нету поиска, то она вам вообще практически не нужна. Переход сайта, номер визита, цели. Это стандартно все то, что нужно. Поисковая система желательно. Фраза «Директ» обязательно галочку добавить. То есть это вам самим придется сделать. И я добавил еще метки, чтобы прямо можно было по метке определить, человек пришел с рекламной кампании или пришел хрен знает откуда. Я считаю, что это очень тоже важно. Например, с ВКонтакте перешел, потому что не всегда здесь что-то можно полностью определить. Например, человек пришел с, видите, по рекламе, но нет тем метки. Значит, надо что-то думать, почему он так перешел и так далее. То есть может это из закладки, еще откуда-то столбцы. И здесь можно фразы «Директ» передвинуть к фразам. Фразы можно передвинуть, например, сюда, назад. И использовать именно вот эти фразы «Директ», чтобы у вас они были. Иначе вы останетесь без информации. Очень хорош, потому что здесь можно как раз найти «Улан, УД» и так далее. Потому что теперь метрика разделяет поисковые фразы и фразы по «Директу». Раньше такого не было. То есть в старой было все подряд. Но это основные моменты, которые вам нужно знать о Яндекс.Метрике новой. Собственно, мы прошлись, как раз я показал вам то, что нужно использовать прямо в полевых условиях. Вам нужно использовать отчеты. Прямо в отчетах вы берете, например, «Директ-свод», куда полностью можно ее разбить. Сделать определенный фильтр по сегменту. И давайте еще раз нажму. И по ним определить, например, люди заходят целевые и нецелевые. Если нецелевые, заходите в «Директ-коммандеры» с помощью поиска по, например, объявлению. Вы можете либо переписать объявление, либо убрать объявление, ну и так далее. То есть сделать хоть что-то, чтобы оптимизировать свою рекламную кампанию. Ну и, конечно же, пользуйтесь новыми отчетами. Это очень нужная вещь. Ровно как и стандартными отчетами с дополнительной фильтрацией и дополнительной информацией. А также дополнительной, конечно же, группировкой. Дополнительной информацией, я имею в виду, что можно сюда также еще добавить дополнительную, опять же, информацию с помощью группировки и сегментации. Ну что же, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы по Яндекс.Метрике, напишите обязательно в комментариях. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok